Продолжение следует... В Бобруйске выросло количество преступлений в сфере мошенничества, плюс 40% по сравнению с прошлым годом. В последнее время все чаще на уловки аферистов попадаются не пенсионеры, как считалось ранее, а работающее население от 35 лет. За 11 месяцев 2022 заведено 140 уголовных дел, за первую неделю декабря уже 8. Также набирает популярность обман в соцсетях, когда якобы продавцы интернет-магазинов просят перечислить деньги за несуществующий заказ заранее. БелЖД назначила дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники. С 28 декабря по 9 января в сообщении с Россией будут курсировать 12 нерегулярных составов, внутри республики 14. В пиковые дни перевозок 30 и 2 числа локомотивы будут ходить между столицей и тремя областными центрами – Брестом, Гомелем и Витебском. Более подробную информацию можно получить на сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по номеру 105. Трое бобручан в чемпионате Белоруссии по шашкам 64 завоевали право играть в высшей лиге. Состязание прошло в Минске по швейцарской системе в 9 раундов. В женском турнире из 16 участников третью и четвертую строчку заняли наши соотечественницы – Анастасия Соколова и Дарья Кардемон. В мужском из 42 игроков место в высшей лиге взял Евгений Кокустин. Вне конкурса выступила международный гроссмейстер Вера Хвощинская. Сложные погодные условия. Сильный ветер, гололед, налипание мокрого снега прогнозируются в начале следующей недели в Могилевской области. Средняя температура ночью от минус двух до плюс трех. Днем столбик термометра будет колебаться от пяти тепла до двух градусов мороза. Днем столбик термометра будет колебаться от пяти тепла до двух градусов мороза. Днем столбик термометра будет скурсив. Продолжение следует...